Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Управда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. На восстановление объектов, поврежденных ураганом, выделяют денежные средства. Без отрыва от производства, как ульяновцам помогают переобучиться и найти работу. Ремонт в больницах, выплаты приемным родителям, о чем говорили на заседании правительства. Как можно скорее оказать помощь людям, пострадавшим от стихии? 26 июня глава региона провел в поселке Мостовая воездное заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ранее здесь в результате ухудшения погодных условий размыло грунт, пострадали дома и подъездные дороги. Каждый дождь для жителей микрорайона Мостовая – настоящее испытание на стойкость. 24 июня поселок пострадал из-за природной стихии. На город обрушились шквалистый ветер, гроза и ливень. В результате Мостовая была частично затоплена дождевыми водами. В это время глава региона находился в рабочей командировке, но успел получить от жителей сообщение с просьбой о помощи. Поэтому отправился на встречу сразу после аэропорта. Больше всего пострадали улицы Российская, Ботаническая и Ростовская. Некоторым участкам подъехать невозможно – размыло грунт. Причина подтопления – забитые ливневые канализации. По нечетной стороне улицы Российской закрыли так называемую канаву, попытались обустроить, но не успели работу закончить. У нас был второй этап предусмотрен в этом году. Мы уже практически к нему подошли, к его реализации. Колодцы были, но с учетом того, что воды много, вода просто размыла грунт. Однако, по словам жителей, никакие подготовительные работы по очистке канализации от воды и мусора проведены не были. Мостовая находится в низине, а вся вода, которая скапливается в северной части города, идет прямиком в поселок. Глава региона напомнил представителям муниципальной власти, что за обустройство частного сектора ответственны именно они. Кто вспомнит, когда был последний дождик? Если не считать вот это. Уже никто толком не помнит. О чем вы говорите? Какие дожди у вас прошли? У нас урожай под угрозой того, что скоро весь убирать нечего будет. Вы что сказку нам рассказываете? Еще я говорю о том, что почему не была организована работа? В марте, в апреле, в мае, в июне. Четыре месяца обычно мы готовимся к таким очень сложным погодным условиям. Губернатор поручил в ежедневном режиме обследовать водоотводные канавы, а также изыскать средства из бюджета. Заставим город изыскать в условиях сегодняшней ситуации. Если надо, то и из области выделим дополнительные финансовые средства для того, чтобы в течение июля, августа и все последующих месяцев здесь была проведена большая работа. Кроме этого, поручено установить на территории мостовой пожарные гидранты. Анна Тищенко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. Сегодня в областном Белом доме прошло заседание Кабинета министров. Среди вопросов перераспределения бюджетных средств – корректировка региональных программ под федеральные документы. Подробнее в нашем репортаже. На очередном заседании правительства были рассмотрены несколько проектов постановлений о внесении изменений в региональные программы. Просьба сейчас согласовать все изменения до буквально вторника следующей недели. После чего мы хотим уже очень короткие сроки. Мы с Алексеем Сергеевичем уже это обсуждали. Сроки очень жаткие, много жаткие, но в июле месяце мы должны быть с вами на изменении бюджета для того, чтобы обеспечить все обязательства, которые мы взяли перед руководством страны, которые мы взяли на основе и, соответственно, перед нашими жителями. По линии Министерства образования члены правительства продлили профильную региональную программу до 2024 года и включили новые мероприятия. Сделано это для участия в конкурсах, объявленных Федеральным министерством просвещения. На следующей неделе завершается уже подготовка документов на конкурсы. И тут порядка 10 мероприятий, в которые мы планируем принять участие. Это позволит нам перспективу до 2022 года привлечь не менее 500 миллионов рублей. Благодаря экономии на торгах и внутренним корректировкам по программе здравоохранения удалось перераспределить около 6 миллионов рублей. Средства пойдут на ремонт Новоульяновской районной больницы, областного противотуберкулезного диспансера, дневного стационара 5-го отделения детской поликлиники. Кабинет министров одобрил изменения в законодательстве, регулирующие предоставление выплат за содержание ребенка в семье опекуна или приемных родителей. Ранее в пакет документов входила справка, содержащая сведения о лицах, проживающих заявителем. Теперь она исключена из перечня. Региональная программа «Старшее поколение», разработанная по распоряжению губернатора Ульяновской области, будет работать в регионе 6 лет. Ее цель – обеспечить выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в национальном проекте «Демография». За реализацией программы понаблюдал наш корреспондент. По словам президента, главное достояние страны – ее граждане. Сохранить их здоровье и обеспечить активное долголетие – призваны различные национальные проекты и региональные программы. Одна из проблем – людям от 55 до 60 лет трудно найти работу. Постоянно меняющиеся требования, внедрение цифровых технологий не позволяют человеку с огромным опытом вести, казалось бы, знакомую деятельность. Для того, чтобы вернуть ценных опытных специалистов на рынок труда, работает региональная программа «Старшее поколение». Суть программы в том, что мы повышаем для лиц предпенсионного возраста их конкурентоспособность на рынке труда. Собственно, для этого мы их и обучаем. В эту программу не могут входить люди, которые имеют официальный статус безработного, потому что они попадают под другую нашу программу, они обучаются как безработные. А предпенсионеры, которые работают или не работают, но статуса безработного нет, они все, собственно, в эту программу могут войти. Вы всю жизнь работали кладовщиком, записывая приход-расход в журнал. И вдруг на складе появился компьютер. Начальство требует, чтобы все операции вводили туда, а вы не умеете. Это еще не повод для увольнения. Вам необходимо подучиться. И работодатель будет этому только рад. Большое спасибо правительству, которое субсидирует это обучение. То есть происходит таким образом, что мы изначально, если работаем с внешней обучающей организацией, то платим за это обучение, а нам потом эти средства возвращают. И получается предприятие в плюсе. Оно повышает компетентность своего персонала и, естественно, не тратя при этом собственные средства. Кроме прочего, курсы на предприятии – еще и возможность перейти на более легкую работу, особенно если возраст и здоровье не позволяют делать то, что казалось легким в молодости. Вы знаете, я на завод пришла в 91-м году. В этом цехе я работаю 28 лет. В сентябре будет в этом году. Я проработала 24 года маляром-кулевизатором. И по состоянию здоровья так получилось, что необходимо было перейти на другую работу, место поменять. Ну и вот я перешла лифтером. Поменять профессию помогли курсы. Но и сейчас приходится повышать квалификацию. Поэтому Елена готова учиться, как и другие участники программы. Мне это интересно, во-первых. Потому что свою программу по 1С, аксилоту, я не в совершенстве, конечно, но знаю. Здесь мне преподадут немножко другие знания. Я более шире, что ли, более глубже могу. Буду знать компьютер. Мне это нравится. Все работы хороши, выбирай на вкус, писал классик. Эти слова он адресовал юным. Теперь же люди зрелого возраста могут выбирать и улучшать знания по профессиям. Национальный проект и его региональная помощница позволяют активно трудиться и получать хорошую зарплату. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ. В День молодежи в центре Ульяновска ограничат автомобильное движение. 29 июня с 9.30 до 23.00 нельзя будет проехать по улице Кузнецова, от улицы Спасской до площади Соборной, проезду вдоль гостиницы Советская, театральной площади, переулку Карамзина, улицы Гимова и бульвару Новый Венец. Оставаться востребованным и активным как можно дольше. Такого девиза придерживаются ульяновские представители серебряного возраста. Пенсионеры ходят на спортивные секции, поют, рисуют и даже получают новую профессию. Все это благодаря центрам активного долголетия. В Новом городе торжественно открылся центр активного долголетия «Сударыня». Это уже четвертый центр на территории Заволжского района. Техническое открытие состоялось еще 4 месяца назад. За это время руководство центра завершало ремонтные работы и справляло недочеты. За это же время в клуб записались больше сотни человек. Мы стремимся к долголетию, к активному долголетию, к активному здоровью, к активному, значит, ну, движению. Все-все-все у нас все активно, мы все в движении. То есть мы хотим продлить себе жизнь. На базе учреждения проводятся тематические мероприятия, занятия по музыке, рукоделию, зарядка, мастер-классы по различным видам спорта. Кроме этого, пенсионерам помогают в подготовке документов на получение социальных услуг. Я 58 лет отработала на предприятии. Думаю, что я что-то, может быть, заслужила с людьми, которые здесь находятся. Они очень порядочные, очень серьезные. Мне очень нравится эта группа, я поэтому сюда с удовольствием хожу. В целом на территории областного центра работают больше двух сотен клубов по интересам, которые посещают больше 10 тысяч представителей серебряного возраста. Открытие центров активного долголетия – одно из направлений в реализации национального проекта «Демография». Анна Тищенко, Новости Улл Правда ТВ. Пять школ Ульяновска выступили площадками для реализации федерального пилотного проекта. Речь идет о школах номер 15 и 76, гимназии номер 30 и 79, а также лицей номер 40. Образовательные организации стали площадками для инноваций в рамках реализации проекта «Здоровое питание и физическая активность для школьников». В пилот Ульяновск вошел после Всероссийской конференции «Здоровые города. Общественное здоровье на муниципальном уровне». Сейчас в Ульяновске началась активная фаза работы. В школах города осуществляется серьезная аналитическая работа, направленная на выявление детей, страдающих ожирением, и на выработку мер, призванных помочь им справиться с этой проблемой. Завтра в регионе ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит 19 градусов тепла, ночью – 14 градусов. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале улправда.ру. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова